Добрый вечер! Гомельский район означает 90-го юбилей. Первый наместник министра спорта и туризма Беларуси Александр Гагиев наведал Мазыр. Переможцей конкурсу «Миссис Гомель-2016» стала мать пятерых детей. А зараз об этом и иншим больше подробязна. Гомельский район означает 90-го юбилей. Официально он был творен в 8-го снежа 1926 года. Хоть первые люди на этой территории поселились больше 10 тысяч лет тому. Историей и сучасностью района потекавился Олег Синцерову. История Гомельского района начинается у далеким минулым. А почему в приватности сверчат жматлики археологичной знаходки? Наибольшь старожитный язык относится еще до 9-го тысячи года до нашей эры. А самая первая поселящая находится, когда сучасных вёсок Тярешковича, Васильевка, Романовича. Днем народжения сучасных Гомельского района лечится снежин 1926 года, когда эта территория была передадена у состав БССР. То был не простый час. Адмова от новой экономичной политики, ликвидации неписьменности и створения пеших, поколящих нишмартиких коллективных господарок. Гомельский район и зараз заявляется ориентованным на сельско-господарчую вытворчасть. За речи за весь час звание героя социалистичной працы тут отрымали 18 человек. Некольких тысяч мают прационные ордены и медали. И это так само покажет оставление местного населения за своих обовязков. Сейчас самая неотложная задача – накормить людей. Накормить экологически чистыми продуктами. Это особенно важно для области. Гомельская овощная фабрика – одно из четырёх хозяйств, объединившихся в агрофирму «Весна». В неё также входят совхозы «Восток», «Брилёва», «Берёзки». Гомельский район и зараз заявляется одним из гарантов харчовой беспеки региона. Его доля у агульного областного караваи – 19%. На выставе, примеркованной до юбилею, уся вырабляемая продукция – от кубас, садовины и городины до разностранных консерваций. Суп «Брилёва» – одно из старейших сельско-господарших предприемств в районе. И оно было утворено ещё в 1921 году, как военная господарка, военгаз, а после заканчения громадянской войны переименована в «Саугаз». Сегодня Брилёва, працуя по суспитных технологиях и по широку позиций, заявляется дидором у Беларуси. Причин, где дичина досягнутой поспехи зарастут, кажут об махчимости поляпшения и гетах вынеку. Поступают и новые гибриды, и новая техника для обработки, и так далее, и так далее. Она не стоит на месте. Каждый год что-то совершенствуется. За последние годы мы очень много работаем на рашение поля. Это даёт полную гарантию, правильную погодных условиях, даже неблагоприятных, получать неплохое нужно. Основа экономики Гомельского района – сельская господарка. Гатая ситуация вероятно заховается и в ближайшие 10 годы. Разом с ним, в оконавчем комитете огучаются планы по большактивному развитию агроэкотуризма и потребности приватных инициатив. Место знаходжения Гомельского района и преференции, которые предоставляют законодавство, позволяют реализовывать планы по створению на этой территории при отсутствии по развитию недержавных предприемств. Гомельский район как бы престижный для развития предпринимательства, потому что существует ряд льгот для сельского жителя. А как бы тут можно назвать условно сельский житель, поскольку 5 километров от города Гомеля – это уже другие условия, преференции. Ну и, соответственно, рядом огромный мегаполис, который можно свою продукцию продать. Алексей Тюров, Валерий Гопанько, телерадио-компания Гомель. Первый наместник министра спорта и туризма Беларуси Александр Гагиев наведал Мазыр. И он провел прием грамадян по собистых пытаниях и наведал объекты спортивной инфраструктуры региона. Подробностей у корреспондентов телеканала Мазыр. Первый наместник министра спорта и туризма Беларуси Александр Гагиев на Мазыршине у Першиню. Знайомство с районом поджалось из приема грамадян по собистых пытаниях. Расповестье про надзенные проблемы пришли керовники спортивных школ и клубов. Бодай самая актуальная тема – завершение будовництва спортивно-оздоровленного центра. У приватности его другого блока, який повинен стать домашней пляцовкой жаношей волейбольной команды «Жамчужина-Полесе». Было несколько обращений по тем объектам, которые у вас не достроены на сегодняшний день, но надеюсь, что все-таки совместно и местная власть, и область полком, и мы с своей стороны подключимся к этому вопросу, потому что действительно в городе есть спорт, и он действительно востребован. Как мне сказали, средний возраст жителей Мозырского района чуть выше 30 лет с учетом ваших учебных заведений, поэтому молодежи очень много, и те объекты, которые еще не введены, их, конечно, надо в ближайшие годы вводить. Александр Гайгеев ознайомился и со спортивной инфраструктурой. У приватности наведал в учебно-спортивный комплекс в училище Олимпийского резерва. Уникальный объект был реализованный в рамках программы «Хаспрам детям». Это шмат функциональный объект. По культу эксплуатацию введена первая черга. У залах тяжкие атлетики, а гульно-физичные подрыхтовки и веславания каждый день займаются будущие чемпионы. Комплекс призначен не только для тренировок. Тут спортсмены учатся и живут. Объект сегодня позволил, я считаю, училищу зажить новой жизнью. И если воплотится еще второй этап строительства, то, что еще должно здесь быть, и залы, и бассейны, и так далее, то, наверное, это будет лучшее училище у нас в республике. Виктория Синицкая, Светлана Грудьков, Юрий Горобец, Телеканал Мазыр. Специально для Телерадио Компании Гомель. По выниках года беларусы будут свертать 60% кошту послуг жилево-коммунальной господарки. Это стало махчимым у тем лику и дякуючи снижению затрату сферы жилево-коммунальной господарки. Усе подробностей у черговой экономичной доведцы. Так само в выпуску на ценниках у продуктовых крамок с первого студеня з'явится новый родок. Кошт товару за килограмм альбу литр. И на приконцы программы – правональный анализ цен на гомельских рынках. Глядзите программу сенья одразу после выпуску новинов на телеканале «Беларусь4 Гомель». Интрига месяца нареште раскрыта. Финал конкурсу «Миссис Гомель» собрал на одной сцене 15 клопотливых матья и женок. Яны отклали хатне справы, каб выйзти на сцену и покарыць свою прыхажостю глядачоу и журы. Як проходила яскравая и ведовишная споборництва ведая Ганна Каральчук. Боям на шпильках усе узросты покорливые. Для чемпионата по прыгажосте сярод замужних дам дата нараджения значения немае. Зрешты, як и профессия. Головная умова – наявность дятей. А их у зале было шмат. Малые у прыгожих костюмчиках, разум с татами и бабулями, так само чекали своего выхода на сцену, каб патримать своих мам. Вот это Маша, вот это Саша. Немножко волнуемся, когда времени мало остается, надо все успеть переодеть, детей одеть, обуть. Ну, в принципе, нормально все. Чувствуем себя уверенно. Волнуюсь, конечно, переживаю. Хочется победы. Смотрели ребенка, Ярославушку, всеми силами. И свекровь, и я, все. Муж особенно уделял внимание, все готовились. На протягу месяца супермамы приводзели себе у боевую готовность. Дефилеи, хореография, фотосессия из дымки видеоклипа. Все гэта старанно рыхтавалася, каб зладзить малявничое шоу, издевить глядача. Кожная удельница имкнулася переодолять страх и по максимуму показать свои сдольности. Статус замужней леди вымышает поведать больше серьезным критериям. Очень волнительно. За все переживаем, чтобы не подвести руководителей, чтобы все было красиво, чтобы нигде не споткнуться. На каблуках, конечно, ходить тяжело, когда он 13 сантиметров. Это очень тяжело, особенно, когда платья длинные, когда есть ступеньки по подиуму. Танцевальный номер одудельниц, дефиле у костюмах на визитовку и опошний выход у вечерних сукенках. Глядачи так само убачили выник долгой праце организаторов, музычный видеоклип за делом финалисток, а так само веселые интервью с их детьми. Шоу протяглостью 2,5 годины дополняли выступления артистов и показ модели у одзения от белорусских вытворцев. У конца вечера станут вядомые имены переможца в номинациях «Миссис Фитнес», «Миссис Усмешка» и «Миссис Глядацких Симпатий». Однако каждая удельница может отримать головный титул и надеть корону «Миссис Гомель-2016». У журы конкурсу – керовники предприемства спонсоров, представники сферы культуры, столичные дизайнеры и стилисты, а так само «Миссис Беларусь-2014» Юлия Перагудова. Строгая ответственность к классичным модельным параметрам для удельниц конкурсу «Миссис Гомель» пока шаг не самый важный. Як подкресливая журы, головная быть активной, метанакерованной и упевненной у собе. Так как я уже не первый год на таких мероприятиях, и поэтому, конечно, для меня это харизматичность, театральность, душевность и улыбчивость. Потому что бывает, есть такая пословица, есть активные и спассивные люди по жизни. Вот те, которые на сцене будут очень активными и будут максимально проявлять себя во всех номинациях, во всех заданиях, конечно, на ту и положим глаз. Если человек будет бояться сцены, конечно, это, в первую очередь, должно быть раскрытость изнутри, чтобы она почувствовала себя актрисой и добивалась победы, как могла. Самым яскравым экранальным моментом конкурса «Миссис Гомель» стал выход финалисток у супроводжения их детей. Дорога, на сцене они тримались, не меньше упевненных за своих пригожих мам. Шмадзетная мать Алина Малыш вышла у супроводжения у всех своих пятерых детей с трехмесячной дочкой Милой на руках. Журин не выстояла. Однодушно приняла решение, кому отдать титул «Миссис Гомель» и головный приз – 5000 белорусских рублев. Переполняет радость. Это сказка, просто я не верила. У меня дочка победила, я хотела не упасть лицом в грязь, и, наконец-то, моя принцесса, я рядом с ней. Я детям в санатории живица, куплю новогодние подарки и приеду поздравить их с Новым годом. У особных номинациях отзначены и инши удельницы. «Миссис фитнес» стала Ганна Доугая. Прыз глядацких симпаты достался Валерой Филимоновой. Титулу «Миссис усмешка», «Миссис симпатия прессы» и другая «Вице-миссис» отрымала Виктория Грабчанкова. Первый «Вице-миссис» стала наша коллега, супрацовница службы информации и мать двухгадового Федора – Яугеня Савина. Ганна Корольчук, Яуген Макеенко, телерадио «Компания Гомель». Фестиваль под названием «Творчий университет» объединял на одной сцене студентов, выкладчиков и супрацовников Белорусского хандлево-экономичного университета с поживецкой кооперацией. Некальки годы тому «БГЭУ» заспевал. Оказалось, что в НУ багатая на таллинты. Фестиваль университет, який спевает, прайшоу на урам. Угод культуры во установе адукации вырошили пайсти далей. На фестивале «Творчий университет» не было жанровых и видовых обмежаванья. Экспозиция у холи, творы декоратуйна прикладного мастацтва, фотографии и иншая. Усе ауторы працуются и навучаются в университете. В актовой зале перед глядачами выступали ты, у кого таллинты сценичной накераванности. На сцене усеровные и ректор, и студенты. Экзотики добавила выступление хлопцов с Бангладеш, и они представили глядачам традиционный танец своей родимы. Наше твердое убеждение в том, что мы должны готовить не просто великолепных экономистов, управленцев, специалистов в области IT-технологий, но наше твердое убеждение, что наши студенты, наши преподаватели должны быть гармонично развитыми во всех отношениях. И есть такая прекрасная возможность им продемонстрировать свои знания, умения, свое хобби. Белорусская хата на свят и богата. Выстава под такой назвой открылась у Гомельским областным центром народной творчести. Проект носит глубоко символичный сенс. Наведовальники могут убачить связковую селянскую хату с проладами працы и народного побыту. Ближе я знайомлюсь с традиционной культурой белорусов. На выставе представлено народное ткацтво, вышелка и выработки у техницы лоскутного шиття. Центральное место у экспозиции займают рушники. Сакральные предметы, которые несут в своих вышитых узорах совесть с природой, землей и протками. Головное мы это выставочного проекта заховывать и популяризовать нашу народную культуру. Эта выставка рассчитана, наверное, на всех и для молодежи, и для более взрослого поколения. Каждый что-то может вынести для себя новое. Может, рушники будут интересны более взрослому поколению, пейджворк более молодому, так как он сейчас набирает обороты свои. Поэтому приглашаем всех желающих, кому интересна белорусская культура, белорусский быт и ткачество. Резкий перепад температуры поветра отбился на стане дорожного покрытия. Во многих районах на дорогах заховывается гололёдзица. На завтра на большей части территории региона прогнозуются опадки в выгляде мокрого снега и дожджу. Температура поветра складеет от минус 2 до плюс 3 градусов. У понеделок на дворье пагоршится. Прогнозуется от 1 до 6 градусов мороза на протягу суток. Могчимы опадки в выгляде мокрого снега. Супрационники ДАИ нагадывают, что у таких умовах на дорозе треба быть особо уважливыми усим удельникам дорожного руху. Просьба к водителям при движении по автодорогам учитывая то, что погода устанавливается различной либо гололёд, либо слякоть, поэтому соблюдайте, пожалуйста, дистанцию. Что касается пешеходов, то хочется напомнить, что в данные погодные условия транспортное средство остановиться сразу не может. Поэтому при переходе дороги даже по светофору на зеленый светофор будьте, пожалуйста, предельно внимательны. Увидели транспортное средство, остановитесь, лучше пропустите, потом переходите дорогу. И на этом выпуск завершен и у студии працавала Наталья Игнатенко. Я и мои коллеги жадаем вам удалых выходных. До новых встреч у эфиры! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова